Томаш, здравствуйте! Приветствую! Благодарю за приглашение, за возможность поговорить и выступить на белорусском канале. Что я могу обратиться к белорусам, белорусскому народу? Благодарю за такую возможность. Всегда пожалуйста, как говорится. Томаш, скажите, пожалуйста, мы знаем вас как активного публициста, видеоблогера и не только видеоблогера. И знаем как человека с активной позицией и собственным взглядом на происходящее в мире. И не только в мире в целом, но и в нашем регионе, в наших государствах. И знаем, что вы сейчас подвергаетесь некому прессингу со стороны польских властей. Что в ваших высказываниях, в вашей точке зрения такого, что не нравится вас предержащим Польшу нынешним? Начнем с того, что мы вообще живем в мире лжи. Запад, западный мир, западные цивилизации находятся в состоянии дезинтеграции, распадаются на наших глазах. То, что мы теперь видим, политически, цивилизационно, культурно, это упадок Запада. Мы знаем, что люди во всем мире видят, понимают, что происходит в США с культурой Запада. Можно говорить о нелиберальном терроре. Люди, которые много говорят нам о демократии, о свободе слова, гражданских свободах, по существу ограничивают эту свободу. Это мы теперь наблюдаем. К нашему несчастью, несчастью Беларуси, началась Третья мировая война. Американцы решили, прежде чем выяснять отношения с Китаем, надо понять, какую позицию занимает Россия. Видим, что, по крайней мере, с 2013 года, даже раньше, с 2011, США решили уничтожить Россию. США не хотят России, даже демократичной, полной свободы слова. Хотят уничтожить Россию. Занялись этим. Хорошо видно, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия была только вассалом, страной, которая исполняет роль у Вашингтона. Они решили, прежде чем займутся Китаем, разобраться с Российской Федерацией. Россия не может быть помогающим государством, потому что перестанет быть Россией. Россия не очень ценит свое государство. Россия точно знает, о чем идет речь в мировой игре. Александр Лукашенко тоже. Власти в Минске, Ваш президент, точно знают, в чем заключается смысл мировой игры. Соединенные Штаты решили, о чем известно в геополитике, спровоцировать упадок России, благодаря действиям на подступах к Российской Федерации. Поэтому мы видим, являемся свидетелями распада Украины, ее раскола, разделения. Все это действия Соединенных Штатов, которые на Украине, а также в Беларуси, решили начать диверсионную акцию против России. Стратегические подступы к России, Беларусь, Украина, Прибалтика, которые уже совершенно не существуют в политическом плане, являются субъектом. К сожалению, моя родина. У меня такой вопрос, на Ваш взгляд, почему именно Польша на острие вот этой атаки, и уже на протяжении достаточно долгого времени, на острие атаки в сторону России и Беларуси? Отповедать просто и очевидно. Ответ просто и очевиден. Не существует самостоятельной польской политики уже долгое время, с 1989 года. Польские власти, так называемые польские власти, полностью не самостоятельны. Все в мире это видят. Исполняют чужую волю. Чем занимаются польские власти? Обеспечивают стратегические интересы США ценой польского народа и польского государства. Обеспечивают стратегические интересы Берлина. Кто на самом деле управляет польской политикой? Военно-политическую власть осуществляет Вашингтон, а экономическую, политическую – Берлин. Это, очевидно, и не вызывает никакого удивления. Если Вы спрашиваете, почему польские власти делают то, что делают, то это основная функция США в конфронтации с Россией и Китаем. Конфликт на Украине – это американо-китайская война. Я уже говорил о том, что США решили провести диверсию на стратегических подступах к России. Хотя сфера интересов России значительно шире. Вся Европа находится в сфере интересов такого большого игрока, каким является Российская Федерация. Обратите внимание, что распад Украины начался в 2004 году, тогда прошел первый Майдан. Об этом белорусам не нужно рассказывать, объяснять, вы это понимаете. Второй Майдан. Мы были свидетелями этой американской диверсии в 2013-14 годах. Обращаю внимание, что Польша и Украина в американской политике – это структура сопряженных сосудов. Власть в Киеве поменялась в 2004 году. Через год поменялась власть в Варшаве. Закон и справедливость – это американская агентура, агентура влияния в Варшаве. Правящая партия «Закон и справедливость» пришла к власти через год после переворота в Киеве. Также в 2014 году произошел нелегальный государственный переворот. Власть в Киеве также получила американская агентура. Будем называть вещи своими именами. В своих выступлениях называю вещи своими именами и не боюсь этого. В Польше после смены власти в Киеве также сменилась власть. В 2015 году пришла к власти правящая до сих пор партия «Закон и справедливость». Это было понятно. Благодаря Минским соглашениям имела место стратегическая пауза. Слава Богу, Минские соглашения были подписаны в Минске, а не в Варшаве. Это белорусская дипломатия и господин Лукашенко принимали у себя эти переговорные группы. Как мы сегодня знаем, Запад лгал с самого начала. И немцы, и американцы. Что подписывали Минское соглашение с такой мыслью, что не будут их соблюдать. Это показывает цинизм Запада. Циничную и трагическую в своих последствиях. В дипломатии так не делается. Политику Соединенных Штатов. США могут так поступать и поступают. Бессовестно, не оглядываясь ни на кого. Ни на Россию, ни на интересы Китая, ни на интересы любой другой страны. Потому что все еще верят, что являются сверхдержавой. Когда в Вашингтоне поняли, что ситуация вокруг Донецка и Луганска пока заморожена, попробовали ударить по Российской Федерации через очень важную страну, лежащую в сердце Европы. Геополитически так же важную, как Польша. С точки зрения географии. А этой страной была Беларусь. Мы видели попытку Майдана. В августе 2020 года, после победы Александра Лукашенко в выборах, была попытка раскола Беларуси. Не получилось. Благодаря решительным действиям президента Александра Лукашенко. Это правда. Это политик, который первый в мире смог победить цветной блицкрик. Цветная революция, с самого начала управляемая из Берлина, из Вашингтона, из Великобритании, не удалась благодаря решительным действиям президента Александра Лукашенко. А также сознательности самих белорусов. Ну и кроме стран, которые Вы назвали, Польша, ведь тоже не стояла в стране. В 2020 году активно принимала участие, более чем активно, я бы сказал, в том, что здесь у нас происходило. Дипломатически Польша, отвечая на Ваш вопрос, какая польская политика на Востоке? Какая польская политика в отношении Белоруссии и даже Украины, Российской Федерации? Нет никакой политики Польша на Востоке. И это меня, как поляка, беспокоит, удручает. То, что можно было уничтожить в отношениях с Минском, с Белоруссией, в отношениях с Москвой, Россией, что соответствовало интересам польского народа, было уничтожено, полностью погребено. И даже те, кто, в кавычках, правит в Варшаве, исполняют волю Вашингтона, Берлина. Похоронили все шансы на нормальные отношения с соседями. Александр Лукашенко, президент свободной Белоруссии, свободный человек, белорусский государственный деятель, он был прав, говоря, что соседи не выбирают, они даны Богом. Это его слова, и это правда. Мы должны заботиться о наилучших отношениях с Востоком, потому что это соответствует нашим экономическим и геополитическим интересам. А тем временем, к сожалению, мы поставили на польско-белорусской границе забор, стену. Стену, которую делят польские и белорусские народы с соседом, который никогда не был нам враждебен. Мы, поляки, тоже не являемся врагами белорусов. Мы братские народы. У нас общая история, у нас общие корни. Вы являетесь наследниками Великого княжества Литовского. Вы не жимайте, не Каунас. Мы, поляки, это хорошо понимаем. Что сделало из себя Каунас, Жемайте, Литва? Литва стала немецкой землей, как этого хотел Адульф Гитлер. Чьи войска находятся в Литве? Вермахт, американцы и Бундесвер. Все это очень грустно и достойно сожаления. Все это очень плохо выглядит. Я согласен и с грустью могу сказать, что действия так называемых польских властей в отношении Минска, в отношении легально избранных белорусских властей в 2020 году и ранее были скандальны. Мы это видели. Высылание денег, содержание. Роман Протасевич показал свое истинное лицо. Взялся за ум. Это свидетельствует о том, что вся так называемая оппозиция, которая накачивается деньгами Берлин и Вашингтон, белорусская оппозиция действует во вред против интересов белорусского народа. Это очевидно. Мы, поляки, с грустью и ужасом смотрели, что так называемое польское правительство дает деньги, поддерживает, а на самом деле уничтожает в наших отношениях все, что можно уничтожить. Даже если мы отличаемся политически, можно развивать бизнес, торговать. Пусть белорусы массово приезжают в Польшу за покупками. Белорусские и польские фирмы должны сотрудничать друг с другом. Я давно предложил такой лозунг – «мазы вместо манов». Почему у нас должны ездить немецкие грузовики, а не прекрасные белорусские мазы? Почему мы, поляки, не пользуемся Вашими комбайнами, тракторами, самосвалами БелАЗ, Вашими грузовиками, автобусами? Почему не торгуем? Это совершенно очевидные фундаментальные вещи. И Польша, и Беларусь имеют много общих интересов в регионе. Это очень важные страны, большие по площади. Беларусь также может играть значительную роль в Центральной Европе. Все изменилось, поменялись смыслы. Беларусь еще совсем недавно была тем фактором, стабилизирующей страной, который обеспечивал равновесие и мир в регионе. Только благодаря властям в Минске, благодаря президенту Лукашенко, который, прошу обратить внимание, был единственным политиком в мире, президентом, руководителем страны, хотя была пара таких, открыто говорил правду о COVID-19. Все в мире это понимали. Мы в Польше это видели. Весь правильный западный мир смеялся над этим, высмеивал. Но оказалось, что он был прав. В очередной раз президент Лукашенко оказался прав. И считаю, что COVID-19 был организованной акцией, которая называется «Стратегически управляемым хаосом авторства США». Это был один из геополитических инструментов, который должен был навредить прежде всего Китаю. Но оказалось, что COVID можно было использовать в глобальной ступени. Закрыто в домах 6 миллиардов человек. 2 миллиарда детей сидели и учились дома, в концлагерях. Почему на Западе существуют так называемые умные города «Смарт-Сирис»? Потому что, если бы их называли настоящими именами концлагеря, то никто бы не хотел в тех Берлинах, Брюсселях, Врославах жить. Правда заключается в том, что наше несчастье – несчастье белорусов, украинцев, поляков, россиян – США решили начать Третью мировую войну. Ни с Дальнего Востока, ни от конфронтации вокруг Тайваня. Это еще впереди. Но начали на Днепре, тут, в нашем регионе. Украина полностью разрушена. Это государство распалось. Нет такого государства. Там правит человек, который благодаря силе западной пропаганды, силе актерства, неправды и обмана. Прошу обратить внимание, что мы живем, как писал Бердяев, в мире преступлений, лжи. Сила американской пропаганды повлияла на то, что большинство людей в мире поверило в этот обман. Что Украина защищает демократический мир. Что господин Зеленский является прекрасным государственным деятелем. Давайте присмотримся и сделаем короткое резюме президентства Зеленского. Что осталось после его правления? Во-первых, депопуляция на Украине. Полностью уничтоженная страна. Не знаем, в каком направлении это будет развиваться. Кто это будет отстраивать? Что в будущем будет с Украиной? Украина разделена. Часть территорий бесповоротно утрачена в пользу Российской Федерации. Россия освободила территории, которые ей исторически принадлежали. Остальная часть – американская. С господами, которые правят в Киеве. Мы не знаем, как это дальше будет развиваться. Все время идут переговоры благодаря вооруженным конфронтациям. Тайные переговоры между Россией и США. Нормальные страны так делают. Мы не знаем, в каком направлении все будет развиваться. Мы также не знаем, насколько США готовы еще больше уничтожить наш регион. А зачем? Чтобы спасти эрозию иллюзии американской гегемонии. Америка распадается на наших глазах. Именно 2023 год будет для всех нас ключевым. Как для нашего региона, так и всего мира. И будущий год – 2024. Потому что будут выборы президентов США. Байден, администрация Байдена может быть готова, чтобы спасти свои шансы на выборах. Шансы на переизбрание. Может быть, готова поджигать не только наш регион – Беларусь, Польшу, Украину. Но также Западные Балканы – Сербию, Косово. Мы в Варшаве видим. Простите, что я так разболтался. Видим, что готовятся на Иран. Только провоцирование Ирана-израильского конфликта должно пройти мудро. Потому что будет означать полноценную третью мировую. Китай, Россия и сам Иран не оставят этого без ответа. Израиль должен быть очень внимателен. К власти там пришел Беньямин Нетаньяху – мудрый политик. У Израиля очень хорошее отношение с Российской Федерацией, с Белоруссией. Там рассудительные люди. Знают, как заботиться о своих национальных интересах. Никому в Израиле не приходит в голову мысль, чтобы посылать оружие на Украину. Это да, но надо все равно понимать, что Израиль – это такая очень важная страна для американцев в этом регионе. Это, в общем-то, и форпост там. И тут очень много переплетено и финансовых отношений, да и и. Не будем забывать о том, что лобби в самой Америке, национальное, израильское, очень великое и влиятельное. И поэтому там очень много связано. Так или иначе, эта страна, конечно, для них очень важна. Следующим театром геополитическим, геополитической сценой, которую могут начать американцы, а, несомненно, будут это делать, потому что надо спасать империю, станет Тайвань. Проблема Дальнего Востока. Мы уже видели попытки поджечь Тайвань в прошлом году. Визит госпожи Пелоси, визит американских чиновников. Американцы, бросая вызов России и Китаю, здесь, в нашем регионе, готовы бросить вызов самому Пекину. Конфликт, российская операция на Украине, Беларусь и Украина являются ключевыми государствами для китайского геополитического проекта. Один пояс, один путь. Война приостановила этот проект в интересах Америки. Нельзя проложить автострады, дороги мира через Украину, Беларусь, Россию, так как сейчас тут неспокойный регион. Я не знаю, насколько США готовы пожертвовать Европой. Видим, что сейчас американцы уничтожают Европу. Это же настоящее сумасшествие. Это политика, касающаяся нефти и газа. Европа перестала покупать дешевую нефть и дешевый газ из Российской Федерации, что провоцирует объединение народов. Мы видим, чем является Европейский Союз. ЕС полностью зависит от Вашингтона. Так называемые европейские элиты в Париже, Берлине, в Нидерландах, Дании, в Польше поступают во вред собственным народам. Это указывает на их несубъектность, несуверенность. Они боятся бросить вызов Соединенным Штатам и сказать, что не будут поступать так, как хочет Вашингтон. Потому что сразу потеряли бы власть в результате какого-нибудь Майдана, переворота. Хорошо об этом знают. Тем не менее, в Европе, не только в Польше, растет недовольство относительно цивилизации лжи. Никаких-то партий. Только цивилизации лжи, неправды, неолиберального террора. Это может кончиться большой катастрофой. В том смысле, что во многих европейских странах людям надоело. А если подобная революция будет организовывать любительские, такой бунт перехватит Соединенные Штаты. Используют это в своих интересах. Массовые волнения, смена власти в Швеции, Чехии, в Италии на так называемых правах. Это подготовка Европы к войне. Я вернусь к теме Европы. Американцы при помощи своей протекционистской политики делают так, что весь европейский бизнес, большинство бизнесменов, направляется в США, потому что там лучшее условие – налоговое. Что делают Штаты? Это аспект постоянных соревнований, геостратегического соперничества между США и Китаем. Высасывают к себе из Японии, Южной Кореи, Тайваня, Европы рынок полупроводников – чипов. Важный документ, подписанный Джо Байденом, связанный с чипами, бросает вызов Китаю. США хотят стать центральным производителем полупроводников – чипов, так как знают, что от них зависит стратегическое соперничество, развитие цивилизации. Бросают вызов Китаю и благодаря своей протекционистской политике выкашивают Европу. Стоимости жизни в Европе везде – от Швеции до Болгарии – видны последствия американской политики в наших карманах. Все дорожает. Скорее всего, в США, в Вашингтоне пришли к выводу, это моя гипотеза, что если политика в отношении России терпит поражение, американцы терпят поражение на Украине, поэтому готовы на все, чтобы это поражение остановить. Но если нужно будет признать, что Европа будет территорией без американского влияния, а с растущим влиянием европейских субъектов Российской Федерации, то ее надо сжечь, уничтожить. Потому что, делая Европу более слабой, уничтожая ее, ликвидируется важный экономический конкурент. Это очень просто. Будем называть вещи своими именами. На самом деле, об этом давно говорится, но как-то серьезно не воспринималось, наверное, хотя объективно все говорило о том, что ЕС – это прямой конкурент Соединенных Штатов, и они будут все делать для того, чтобы уничтожить, что, собственно, сейчас происходит. После таких интервью в белорусских СМИ я буду публичным врагом этой власти, хотя я и так переживаю последствия этого. Я имею в виду свободу слова, но пока не об этом. США уничтожат и ослабят Европу хотя бы потому, что если будут вынуждены отстаивать ее под влиянием России и Китая в рамках большого евразийского региона, то надо сделать все для того, чтобы Европейский Союз был менее привлекателен, чтобы не добавляло к общему потенциалу Евразии. Это большая битва. То, что происходит на Украине, вокруг Польши, вокруг Беларуси – это большая битва за Евразию, за то, кто будет править миром. На наших глазах разрушается старый миропорядок. Сверхозержавой является США. В СМИ в Англии и в Польше плохой страной является Россия. Правда такова, что США бросили вызов Китаю и России, всему свободному миру, и пошли на обострение, на конфронтацию, на войну с Китаем и Россией, самостоятельно, с клубом вассалов, НАТО, Австралия, Южная Корея, Япония. Я считаю, не только я, но и часть аналитиков, также и американских, в России и Беларуси тоже есть умные люди, что это большая ошибка администрации Байдена, что не удается выиграть США, несмотря на мощные ресурсы, огромные деньги, сильную армию. Мы видим, что могут все. Если надо, ковид выйдет из американских лабораторий или другие вирусы, иные инструменты. От прав человека-мусульман в Синьзян до прав женщин в Иране. А если не права женщин, то Косово и широкий спектр других возможностей. Тем не менее, правда такова, что в этом мире лжи, неправды. Свободный мир, свободное государство представляют теперь Россия и Китай. Турция, Египет, Иран, Беларусь, Индонезия. Это глобальный большой мир, который не принимает. В Африке только две страны присоединились к санкциям против России. Арабский мир, Ближний Восток. Там люди понимают, о чем речь. Разница между Белоруссией и Польшей в том, что вы в хорошем клубе, а мы в плохом. Это мы плывем на Титанике. Он уже треснул. Мы это видим, но мы на нем. Поляки и Польша. В результате политики, проводимые польскими властями. А вы на хорошей стороне. Много кому это мешает. Свободная Беларусь. Как же плохо. Плохо, что Лукашенко все еще президент в Минске. Мы это видели. Много кому это не нравится. При Дональде Трампе была попытка сближения с Минском. Я в своих книгах много пишу об Александре Лукашенко, о политике Белоруссии. Приезжал Джон Болтон, также Майк Помпео. Была попытка более рассудительной политики в отношении Минска. Это большое несчастье и очень нехорошо, что Польша, Варшава сделала все, так называемая власть, которая не является польской властью. С прискорбием об этом говорю. Но мыслящие поляки не считают их субъектными политиками, только исполнителями воли Вашингтона. И это очень грустно, что Варшава сделала все на наше несчастье, чтобы ограничить, ликвидировать поле свободы для Беларуси, благодаря которому могла вести многовекторную политику. Беларусь вела многовекторную политику. Политика Минска была открытой, добрососедской, развивала хорошие отношения с Европейским Союзом, с Берлином, с Англией, развивала бизнес, даже с США, ну и, конечно, с Востоком. Исторические национальные отношения с Россией существуют, никто не отрицает. Хорошо для самой Беларуси было бы ориентироваться на другие направления. Жаль, что это не Варшава. Мы в Польше это видели, что много лет власти в Минске держали руку, протянутую в нашу сторону. Но мы эту руку оттолкнули. Не хотели с вами разговаривать и даже торговать. Построили стену позора, которой нельзя было приблизиться даже на 200 метров. Люди получали штраф за то, что подходили к этой ограде. Обратите внимание на эту шизофрению. Построили стену, которая делит два братских народа, у которых общая история, чтобы мигранты не переходили через границу. А тем временем не заметили, что со стороны Жмуди, Украины, мигранты спокойно проходят. Много поменялось за последний год. В Польше украинцев уже около 10 миллионов. Это много. Это все меняет. Если поедете в Краков, в Варшаву, повсюду украинцы. Очень много молодых людей, мужчин. Не хотят сражаться за великую Украину. В Польше миллионы молодых мужчин, которые должны быть на фронте. Не хотят воевать. Отдыхают в Польше. Чем стала Польша? Территорией украинского осадничества. Больших геостратегических изменений в нашем регионе. Нет войны между Польшей и Украиной. Нет в Польше украинских танков. Но и без войны в одном в Ротславе живет 250 тысяч украинцев. Это гибридная война, последствия которой чувствуем мы, польский народ. На нашей территории находится чужой этнос, исторически недружественный нам. Мы помним о Волыне. Польша, ведь она отличается от многих государств, тем, что она такая мононациональная, всегда была. Так вот, а ввиду вот этого наплыва большого, который, как вы говорите, без боя взяли Врослов или другие польские города? Когда-то Варшава была столицей Польши. Процитирую еще раз русского философа Бердяева. Мы живем в мире преступлений, лжи. Сила пропаганды, шоу, особенно поляки поддаются пропаганде. Когда появился ковид, то большинство людей в мире, также и поляки, поверили в эту историю, легенду, в этот вирус. Людям внушили по радио, в телевизоре. Доктора, профессора, авторитеты говорили носить маски, сидеть дома, делать прививки. Люди, не задумываясь, так поступали. Это современный потребитель, верит в то, что нужно. Американцы хорошо придумали, так как современный западный человек заботится о своем здоровье. Бога в нем нет, веры нет, остается только здоровье. Поэтому сделаю все, чтобы выжить. Только это важно. Испорченный потребитель, материалист. Вся акция с ковидом создавалась для современного потребителя. И не важно, Запад это или нет. В Афганистане талибы тоже ходили в масках. Сила пропаганды была огромна. Так же и в случае с Украиной. Все было заранее приготовлено. Люди в Польше потеряли способность ориентироваться о событиях на Украине. Забыли об общей истории, о тяжелых польско-украинских отношениях. Украинцы ни разу не ударили себя кулаком в грудь. Не извинились за то, что делали евреям и полякам во время Второй мировой войны. Мы помним Волынь, резню поляков украинцами, евреев, но в основном поляков. Помним также преступления литовских шаулистов в Панарах против евреев и поляков. У вас хатынь. Там принимали участие и украинцы. Мы все это помним. Поэтому та легкость, с которой поляки купились на эту сказочку, что на бедную Украину напала плохая Россия, это сила американской пропаганды от Голливуда во всех СМИ. Поляки носили маски, делали прививки, стали исповедовать Бандерштадт. В Украине у власти нацисты. Не может быть иначе. Это традиции. Бандеровские традиции. Какой у них пример? Какие корни? Не могут иначе, если строят новую Украину. Должны ее на чем-то строить. На наше несчастье, на их несчастье, строят на Степане Бандере, Шухевича, Коновальце, до бандеровской идеологии, античеловеческой, нацистской, мизантропской, которая была осуждена в Нюрнберге. Все об этом знаем. Пусть это будет предостережением для других народов, не только для поляков. Что можно сделать с народом, чтобы поступал против своих собственных интересов? Это сделали с поляками. Мы 100 миллиардов евро дали украинцам. Если вы меня спросите, чем сегодня является Польша? Во-первых, мы материальная база для украинского фронта. Это Лазарет, госпиталь для украинцев. Отдыхают тут. Приглашаю команду Белта в Краков, Варшаву. Увидите много богатых, улыбающихся украинцев из Киева. У них есть деньги. Никто не хочет воевать за Украину. Сидят в Польше. Покупают квартиры, дома, живут в дорогих отелях, ездят на дорогих автомобилях. Можем только мечтать о таких машинах. Сотни тысяч молодых украинцев. Не хотят воевать. Сидят в Польше. А за чьи интересы воевать? Польша стала домом отдыха для украинцев. Даем оружие. У польской армии почти нет оружия. Мы все отдали украинцам. Даем деньги. Безвозвратные кредиты. Платим. По желанию США мы стали материальной базой для Украины. Произошли этнографические изменения польской территории. У нас несколько миллионов украинцев, которые со временем попробуют попасть в Сейм. Будут создавать политические партии, свои СМИ. Станут частью этой страны. И это очень опасно. Нехорошая тенденция. И вот эта новая реальность, она ведь может вызвать очень серьезные последствия в обществе. Да, и угрозы. И это уже, ну, это будут уже не разговоры. Это суровые последствия. Беларусь является, Польша была многоэтничной страной. Теперь перестала. Это все последствия политики США. Даже ООН в своих рапортах обратила внимание на то, что мы столкнулись с наибольшей миграцией со времен Второй мировой войны. Мы называем украинцев социальными кочевниками. Они нас прекрасно использовали. Поляки для них это фраеры. И даже они слишком нас благодарят за полученную тут помощь. Почему не благодарят? Потому что считают, что это наша обязанность. Вам так приказывают США и Берлин. И вы, поляки, должны нам помогать. А за что вас благодарить? Фигура жертвы выстроена феноменально. Украинцы очень предприимчивы, быстро приспосабливаются. Разъехались по всей Европе. От Ирландии до Швеции, от Швеции до Италии. Отяжеляют бюджеты отдельных народов, государств. Живут, лечатся за наш счет. Для них тут все даром. Это была нагрузка на наш бюджет. Вот что сделала с собой Польша. Беларусь еще держится. Пусть держится как можно дольше. Многие люди в Польше не понимают моего лозунга, который мне кажется очевидным. Что без свободной России, независимой России. А также без независимой и свободной Беларуси нет свободной Польши. Наши шансы, шансы польского народа на выход из могилы зависимости, вассальства, без свободной России, без свободной Беларуси будут невозможны. В интересах таких государств, как Польша и Беларусь, многополярный мир. Мировое соперничество будет определять, будет ли и далее господствовать Пакс Американо или Пакс Циника. Мы это хорошо понимаем. Но такие страны, как Беларусь, Польша и другие с похожим потенциалом, заинтересованы в многоцентричности, чтобы существовала сильная Бразилия, сильная Индия, даже сильная Япония, если бы не была вассалом Америки. Сильная Россия, сильная Турция вывели многовекторную политику. Западное направление закрылось. В этой связи видно, что Минск пробует укреплять отношения с арабским миром, африканским, Дальним Востоком. Имеет чудесные отношения с Китаем, с Египтом, странами Африки, Ближним Востоком. Наблюдаю за вашими действиями в Южной Америке. Это разумно. Прекрасные отношения с Бразилией. Власти в Минске стараются в меру своих скромных возможностей обеспечивать интересы белорусского народа и белорусского государства. И делают это хорошо. Если позволите, если есть еще немного времени, то вернусь к господину Зеленскому. Я не закончил ту мысль. Какие его достижения? Сейчас мы поговорим об этом. Я единственное, что бы хотел подчеркнуть, что Беларусь и сегодня заинтересована так же, как и 10 лет и 15 лет назад. И глава нашего государства не перестает об этом повторять. В соседях суверенных в первую очередь. Да, со своими интересами. Но со своими интересами. Так есть. Беларусь заинтересована в суверенной, сильной, развитой Польше, с которой мы можем находить общий язык. И история говорит о том, что мы способны и это делать. У нас масса, помимо того, что много столетий общей истории, тут и из новейшего времени очень много общего. Поверьте себе, что пан Зеленский... К сожалению, скажем честно, господин Зеленский, президент Украины, чужд культурно. У него нет никаких связей с народом Украины, с украинской традицией. Останется в истории. Может, как мы смеемся, кончит в Гуантанамо. Всякое может случиться. Он хорошо знает, что уходит по тонкому льду. Давайте посмотрим на его достижения. Много миллионов украинцев выехало. Украина распалась. А ведь, Томаш, а на выборы-то он шел как президент мира? Так, так, так. Ведь у него главный лозунг-то был, что с моим приходом я добьюсь того, что будет мир. А то Украина проводила уже на протяжении многих лет на Донбассе. И он шел с тем, чтобы остановить кровопролитие. Шановные панцы, шановные белорусы. Дорогие белорусы, все хорошо знаем, что операция, которая началась 24 февраля, Еще раньше Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР. Вход российских войск в ДНР и ЛНР был превентивным ударом. Русские хорошо знали, что украинцы по приказу из Вашингтона приготовили 100-тысячную армию, чтобы нанести удар по Донецку и Луганску. Русские, которые много лет говорили американцам, что вы делаете, мы же договорились, что после 90-го года НАТО не будет расширяться на восток. Расширялось все время. Американцы в очередной раз обманули Россию. Последней красной линией, о чем русские говорили многократно в течение долгих лет, является Украина – сфера непосредственного влияния российских интересов. Украинские земли исторически связаны с Россией, с русской культурой, цивилизацией. Было абсолютно недопустимо, чтобы войска НАТО обосновались на Украине. Если бы войска НАТО стояли под Харьковом, то время подлета крылатой ракеты до Москвы составило бы несколько десятков минут. Баллистической ракеты – 8 минут. Не было бы времени на реакцию в Москве на удар с территории Украины войск НАТО по российской территории. То, как поступила Россия, в определенной степени напомнило мне, не хочу сравнивать двух политиков, а только военный механизм, напомнило мне операцию «Барбаросса». 22 июня 1941 года немцы напали на Россию. Это был превентивный удар. Мы знаем из истории, что Россия также готовилась. Сталин готовился. Мудрый политик. Хотел напасть на Германию, но не напал. Не получилось. Гитлер оказался быстрее. Обратите внимание, что это важно для вас, белорусов. Когда Гудериан приехал в Берлин в канцелярию фюрера перед операцией «Барбаросса», то руководство штаба задало Гудериану только один вопрос. Как быстро вы в состоянии добраться до Минска? Потому что Минск – это ключ к России, ключ к региону. Если кто-то хочет идти на Москву, должен захватить Минск. Немецкие танки вошли в Минск 25-26 июня. Минский котел. Русские войска были окружены группой Гудериана. Минск – это ключ. Поэтому была попытка Майдана в Белоруссии в 2020 году. Еще раз о Зеленском. Чем сегодня является Украина? Это черная дыра Европы. Государство исчезло. Нет такой страны. Кто там остался? Только бедное население, которое не может выехать. Границы закрыты. Мужчины тоже хотят убежать из Украины. Но пограничники, СБУ, делают все, чтобы не убегали. Хотя убегают через Беларусь, через Россию. Осталось только бедное население, которое там угнетается. Ему все это уже надоело. И команда, связанная с режимом в Киеве. Армия, военная разведка, СБУ. Там всем управляют американцы. Американская военная разведка решает там все. Виктория Нуланд недавно посещала Киев, чтобы успокоить парней. Чтобы не ссорились за денег. Американские взятки текут мощным ручьем. Надо отметить, что значительная часть возвращается в карман Байдена и людей, связанных с Байденом. На каждом уровне видны театр, подкупы, действия против интересов украинского народа. Мы не радуемся тому, что происходит на Украине. Жалко этих людей. Жалко этот народ. Американцы бросили вызов России и занялись государственным террором. Полномасштабным. Убийство дочери Дугина, скорее всего, руками бандеровцев. Взрывы на Северном потоке, атака на Крымский мост, атака на Севастополь позволили украинцам атаковать цели на территории Российской Федерации. Это все по замыслу Вашингтона должно спровоцировать Россию на жесткий ответ. Но Россия не делает пока такой милости Вашингтону. Ситуация России достаточно тяжелая. Политические и геополитические на Украине должны вести себя очень осторожно, очень внимательно. Потому что американцы провоцируют Россию через различные диверсионные действия. Мы в Варшаве считали, что используют грязную бомбу, чтобы все свалить на русских. Кажется, что парни с Пентагона были бы рады, если бы Россия ответила ударами тактического ядерного оружия. Посмотрите, в каком мире мы живем. Об этом говорил президент Белоруссии три года назад. Четыре года назад. Чем стала Европа? Идет гонка вооружений. Все вооружаются. Польша покупает оружие. Все это пойдет на Украину. Поэтому покупка оружия не имеет смысла. Весь регион вооружается. Тратит огромные деньги ради того, чтобы обеспечить интересы слабеющей империи Соединенных Штатов. И вы, и я дожили до того времени, когда на Украине идет война. Война в нашем регионе. Швеция и Финляндия вступили в НАД. Американцы решили, что хотят открыть северный фланг. Это будет иметь серьезные последствия для шведского народа. Для финского народа. Так называемые элиты этих стран поступают против интересов этих народов. Геополитически Швеция всегда пользовалась тем, что была нейтральной. Так же, как и Беларусь. Не знаю, как теперь, но раньше в Конституции был записан нейтралитет. Но мир изменился. Все поменялось. Пришли американцы и все перевернули. Уничтожили. К сожалению, как я уже сказал, готовы использовать все инструменты, чтобы уничтожить любые связи с Украиной и Россией. Почти без усилий удалось им сделать антагонистами русских и украинцев. Братские народы. Со временем в будущем это изменится. Но теперь уровень ненависти украинцев к русским, ко всему, что русское, к культуре, языку, памятники Пушкину сносит. Но это не мешает большинству украинцев в Польше разговаривать на русском. В Киеве большинство разговаривает на русском в Польше. США недавно вышли на новый этап. СБУ начала бороться с церковью. С православной церковью на Украине. Это показывает, что украинская православная церковь была создана Государственным департаментом США – Вашингтоном. Майк Помпео во время президентства Трампа американцы занялись тем, чтобы на всех уровнях вредить России. Принялись за христианскую веру. Совершили раскол в православной церкви на Украине. Это может очень сильно им же аукнуться, потому как с вопросами веры, я не знаю, с ними настолько тонко надо обращаться всегда. Ввиду того, что население Америки, ну, белое, во всяком случае, население Америки, очень религиозно, тоже надо это понимать. И отношение к тому, что делает Киев, тоже там очень неоднозначно в отношении русской православной церкви внутри Америки. Здесь очень такая тема, которая может быть очень больно бумерангом ударить и по тем, кто это все задумал. Томаш, я вот на протяжении уже длительного времени ищу ответ на вопрос. Все никак не получается у меня. Понятно, что вы, мы, все здравые мыслящие люди здесь хотим, чтобы, ну, как минимум в нашем регионе наступило мир, наступило спокойствие. Перестали гибнуть люди, в первую очередь. Вот хотя бы вот с этого начать, это ключевое, а уже дальше потом можно разбираться, кто прав, кто виноват и так далее. Что должно произойти? Например, главных бенефициаров Соединенных Штатов Америки все устраивает. Да. Украинцы героически до последнего украинца убиваются в Россию, а мощь их вооруженных сил, это все в американском сценарии. Оборонные предприятия получают новые заказы, американские, в первую очередь. Соответственно, они будут зарабатывать на тех же европейцах. Бизнес европейский или рушится, или релацируется в те же Соединенные Штаты, что тоже и в наркоте. То есть, у них вот все пока хорошо. Если вот стать на... Добрый бизнес. То есть, добрый бизнес. Да. То есть, они... Правда с добрым бизнесом. Они все... Вот если бы я был американцем, я бы говорил, да все классно вообще. Все мы здорово сделали, и давайте дальше продолжать. Так вот, что-то всегда... Ну, история так говорит нам, что вот так длится долго, оно все равно не может. И всегда что-то происходит такое, что рушит даже идеально построенную схему. Вот на ваш взгляд, что может произойти этакого, что-то необычное, может быть, экстраординарное, чтобы американцы сами себе внутри сказали, так, все, что-то нам надо здесь менять, и, наверное, как-то по-другому себя вести, и что-то по-другому делать. Американцы США не могут остановиться, перестать себя вести так, как ведут. Идет стратегическая конфронтация между США и Китаем, США и Россией. Америка, как мы уже сказали, уничтожает старый миропорядок. Он их ограничивает. Даже ООН. Во время президентства Дональда Трампа я думал, предполагал, что США могли бы выйти из ООН, потому что сам Совет Безопасности ограничивает свободу движения американской политики, благодаря которой тормозит ослабление позиций Америки в мире. Да, США по-прежнему имеют деньги, сильную армию, прекрасную промышленность, ученых, которые что-то изобретают. Тем не менее, весь мир и много элит, аналитики, видят объективный процесс, который показывает, что США слабеют. Вашингтон не в состоянии согласиться, смириться, что мир будет многоцентричный, что надо признать интересы России, интересы Китая, Турции. Турция, кстати, серьезный игрок, надрегиональный, интересы Бразилии. Признать, что мир имеет много аспектов и центров. Они не в состоянии делать это, не хотят с этим соглашаться, признавать, что империи заканчиваются. Карфаген и Рим не существовали вечно, исчезли, изменились. Когда-то была могучая Великобритания, Франция в европейской политике была очень сильна, но это время всегда заканчивается. К нашему несчастью, мы являемся свидетелями конца иллюзии американского величия. То, что мы сейчас видим, это переговоры, борьба между США и Китаем, США и Россией, потому что сегодня существует только три полностью независимые страны. Томаш, как я понимаю, и я вижу, что вы где-то примерно думаете так же, что это не произойдет такого, что раз, одним прекрасным утром американцы, ну или те, кто принимает решения в Америке, будем так говорить, проснутся и поймут, нет, что-то мы делали не так, все, давайте все по-другому, давайте по-другому смирить наверх. То есть это процесс, это процесс и, к сожалению, или не знаю, к счастью кому как, мы живем в это время, когда вот видим агонию этой империи и пожинаем эти плоды вместе с ними, в общем-то. Слишком много денег инвестировано в Украину. К несчастью, мы видим, что США для спасения Киева, для спасения оставшейся части Украины могут решиться на введении миротворческих войск. Говорил об этом премьер Качинский. Америка не позволит, чтобы на Украину вошли польские и литовские войска под флагом НАТО, так как это означало бы полномасштабную войну с Россией. А на Украине и так идет американо-русская война, а американцы не глупы. Когда ресурс, в том числе и людской, ну как бы это ни грустно не звучало, в Украине закончится, то следующим приготовится поляк. Польша и Литва, но не как войска НАТО или ЕС. Берлин сразу сказал нет. Прошу обратить внимание на шизофрению поляков. Как много наемников из Польши воюют на стороне бандеровцев. Это вообще невозможно себе представить. Поляки уже помогают за кулисами. Специальные силы, амуниция, танки. Все, что надо Украине, поляки дают. Деньги. Но если надо будет помочь, введут литовские войска и польские под штандартом помощи двух народов третьему. Нарды, бывшие первой Речи Посполитой. Они будут говорить, это не НАТО, не ЕС. Это Польша и Литва помогают Украине, как третьей дочери, бывшей первой Речи Посполитой. Это будет очень опасно. Последствия будут касаться поляков и литовцев. Американцам очень не хватает для этой мозаики Беларуси. Очень хотели бы перевернуть Беларусь. Очень нехорошо в этих планах Вашингтона есть то, что президент Лукашенко защитил Беларусь от уничтожения. Думаю, что в этом году нас ожидают кризисы в самом Евросоюзе. Главный вопрос – под каким флагом США захотят перевести остатки Украины с Киевом под опеку ЕС. Дмитрий Медведев в своем видении 2023 года отметил, что ЕС грозит распад. Будет много волнения в разных странах. Люди будут недовольны бедностью, дороговизной, безработицей. В Польше все дорого. В Испании, в Швеции жить тяжелее. Если распадется ЕС, то может возникнуть Четвертый рейх, потому что ЕС – это гегемония немецкого влияния в Европе. Медведев считает, что новый ЕС будет состоять из Прибалтики, Польши, Чехии, Украины. Американцы хотели бы, чтобы Беларусь вступила в войну. Президент Лукашенко делает все, чтобы до этого не дошло. Лоялен к своему союзнику, то есть России. Хорошо. Дорогой на Москву является Минск. Президент Лукашенко много раз об этом говорил. Поэтому имеет место провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну. И у вас, и у нас падали украинские ракеты. Не знаю, как в Беларуси. Мы в Польше все еще не знаем, что случилось. Была ли это ракета? Почему погибли два поляка? Кто отвечает за их смерть? Может, их убили заранее, а тела принесли? Все в мире видят мощи лыжи, дезинформации на Украине. Буча, Краматорск. Буча – это провокация СБУ британско-американскими руками. Эти преступления, которые Запад представлял как зверство российских войск, были провокациями, театральными представлениями, шоу. И никто не говорил о следствии, кто погиб, где фамилии. Также и с другими как бы преступлениями российских войск. Мир не хочет говорить и не говорит о многочисленных преступлениях против украинского народа в Донецке и Луганске. Много раз их обстреливал Киев. Никто не говорит о преступлениях против российских пленных. Мир не хочет помнить. Мы в Польше помним. Вы тоже помните, что случилось 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе. У нас, поляков, хорошая память. Видим, что теперь происходит на Украине. Какая там политика. Американцы не могут остановиться, потому что это многоэтапный план, и он не поменяется. Даже если к власти придет Трамп, ничего не изменится. Дело в Китае. В конфронтации с Китаем идет борьба за ресурсы, за рынки. Американцы спровоцировали ситуацию, из-за которой сейчас Россия не продает свои нефтегазы в Европу. Германия не покупает российский газ. Нормальные немцы, предприниматели задают вопрос, что мы делаем. Это все против наших интересов. США настроены победить в этой конфронтации. Я считаю, что победит свободный мир. Мир, который предпочитает демократические отношения между странами. Полицентричный мир. Все перевернуто. Во главе этого свободного мира стоят Китай, Россия, Венесуэла, Египет, Бразилия. Очень прекрасная идея президента Беларуси без виз. Многие поляки поехали в Беларусь, захотели проверить, как там. И возвращаются настоящими друзьями Беларуси. Увидели нормальную, безопасную страну. Страну чистых улиц, порядочных, искренних людей. Что могу сказать? Деньку и барзу. Я деньку и барзу. До заплачения. Да, обязательно. Спасибо большое, Томас, за этот разговор. Все, все, деньку и барзу. Субтитры создавал DimaTorzok